Всем привет! Сегодня покажу вам мини-видео со своего забега в зигзаг в скидку 60%. Покажу только обувь, которую примеряла и которую купила. Времени у меня было немного, поэтому я поснимала только обувь. Ну и покажу вам, что взяла на примерку и что в результате купила. Вот, собрала сразу все, что хочу примерить в корзитку. Начнем примерку. Начнем с вот таких сапог-чулок. Такие они высокие достаточно, но не натуральные, к сожалению. Размерчик вроде как мой. Модель интересная. Решила примерить. Давно хотела примерить подобные. И вот так они смотрятся на мне. Достаточно высокие, идут выше колена. Натянуть их, конечно, было то еще приключение. И я вам скажу так, что коленки у них у меня просто упрели, пока я вот только примеряла. Хотя смотрятся они довольно интересно и необычно. Мэй Тенчина, конечно же. Нонейм какой-то. Но модель, в принципе, интересная. И вот почему бы не примерить. Ну, к покупке я их не рассматриваю, конечно же. Давайте посмотрим, что еще. Понравились вот эти замшевые. Известного бренда. Но не люблю такую подошву. Она мне напоминает что-то довольно старое. И вообще... Хотя по качеству замша кожа вообще отлично. Надо их только почистить немножечко. Были бы классные. Сделать бы ему такую актуальную массивную подошву. И смотрелось бы супер. Но за счет этой подошвы рыжей. Полиуретановой. Мне они совершенно не нравятся. Хотя на ноге они сели хорошо. Подъем мой. И очень даже комфортные. Но подошва, конечно, портит все. Из-за нее я их, конечно, тоже брать не стала. Они идут облегченные. Не зимние. Как зимние они тоже бы смотрелись неплохо. Нашла еще вот такие рыжики. Как вы думаете, что это? Это очередные угги. Я когда-то находила похожие. Если найду это видео, оставлю ссылочку наверху в описании. Они идут из натуральной кожи. Внутри натуральный мех. То есть они будут достаточно теплые. Вот такая деревянная подошва. Правда, спереди она немножечко покоцана. В остальном они в отличном состоянии. Вот так смотрятся на ноге. У меня они оказались тесноваты. Примеряла я на носочек. Все сапоги примеряю на носочек. Такой уже тепленький. С которым планируется их носить. Но эти мне маловаты. Еще понравились вот эти полуботинки. Из лакированной такой кожи, как под крокодила. Бренд мне не знаком. Сколько я ни крутила, ни вертела, так и не поняла. Но мне кажется, скорее всего, это не натуральные. Хотя оценили их достаточно недешево. На ноге смотрится, кстати, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Да, опять у меня это слово. Смотрится интересно. Можно было бы рассмотреть к покупке. Но все-таки хочется что-то натуральное скорее. Так, еще продолжают там мелькать туфли и даже босоножки. Нашла вот такие классические лодочки. Из натуральной кожи. Размер 36,5. То есть здесь даже есть половиночка. Вот они полностью кожаные. На этом есть вот эта бирочка. Но мне они оказались великоваты. Ну и один туфель на носу знатно так немножечко потерся. Хотя второй вообще в отличном состоянии. Видимо, при транспортировке пострадал. Классические такие лодочки на очень тоненькой такой шпилечке аккуратной. Можно было бы рассмотреть для покупки. Но, к сожалению, у меня они велики. Также я еще давно-давно-давно ищу туфли в стиле Мэри Джейн. Это какой-то Пьер Карден. Но я не знаю. Это, по-моему, в Каре такое продается. Не очень качественно сделаны. Не думаю, что это кожа. Но решила примерить. Не знаю, как по мне. Они выглядят как туфли какой-то школьницы, что ли. Не знаю. Хочется другой мыс у них увидеть. Хотелось бы, может, даже на такой мощной тракторной подошве смотрелось бы актуальней и интересней. Ну, и мне такие больше нравятся. Поэтому эти туфельки идут мимо. Вот эти кедо-тапочки. Назовем их так. Они из натуральной кожи. Внутри, вон, видно, что замши. Дышащие. Такие с перфорацией. Их я решила забрать себе для работы. Мне прям будет идеально. То, что они и дышащие, и кожаные. Тоже для ноги хорошо. На ноге они прям вообще не ощущаются. Они такие прям тапочки-тапочки. Классные. Единственное, конечно, состояние у них немножечко уже видно, что побитое. Но, я думаю, для работы за 200 рублей кожаные и дышащие, даже если я их не супер долго поношу, будет отлично. Поэтому их я забираю. И еще одна пара обувин, от которой я очень долго думала. Это TG Collection. Погуглила, сколько они стоят на сайте. От 15 и выше. Привлек меня вот этот цвет. Такой сиренево-фиолетовый. Только сейчас поняла, для чего вот эта кнопка. То есть, можно такой отворот сделать. Судя по шнуркам, они новые. Но носы, конечно, у них немножечко как подзбиты. Думаю, надо смазать их каким-то прозрачным кремом. Чтобы они напитались. И все будет отлично. Вот я один ботинок обула вот так подвернув, как планировалось. И один вот так. То есть, их можно носить по-разному. Хочешь так, хочешь так. В общем, цвет у них прям такой хамелеонистый даже немножечко. Долго думала, вертела, крутила. И все-таки решила их забрать. На этом моя коротенька видео, к сожалению, подошла к концу. Показываю вам своего ленивого кота. И его товарища. Надеюсь, вскоре я выберусь полноценно в секонд. И сниму для вас что-нибудь интересненькое. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok